Шалом, дорогие зрители! Добрый вечер! Какие вы все-таки молодцы, что вместо того, чтобы играть в кестики-нолики на компьютере или смотреть мыльные сериалы, вы заходите на урок Торы и посвящаете свое драгоценное время таким важным вещам, которые могут изменить всю вашу жизнь. Как видно, как слышно, я вижу, люди начинают заходить потихонечку. Так, 10 человек, отлично! Сегодня очень важная тема, я волнуюсь, надеюсь, что я смогу рассказать правильно эту тему. Сегодня тема изобилия и хороший заработок в нашей жизни. Как его привлечь? Секрет изобилия и хорошего заработка. И, дорогие друзья, это тема, которая всегда с нами. Кто из нас не хочет изобилия? Кто из нас не хочет хорошего заработка? Добрый вечер, Сергей! Добрый вечер, Марина! Всем добрый вечер! Спасибо вам, что вы со мной! Сегодня первая часть нашей серии уроков, которая с Божьей помощью поможет вам понять, как наши мудрецы учат нас приблизиться к изобилию и хорошему заработку. Шалом, Яков Шатагин! Отлично! Рад всех вас видеть! И, дорогие друзья, начнем с очень интересного вопроса. Вопрос такой, как вы считаете, что больше всего хочет Творец? Что больше всего хочет Творец? Напишите мне, я подожду, я знаю, что занимает где-то минутку, пока появляются комментарии. Шалом, Руд! Шалом, Анатолий! Занимает какое-то время, я хочу узнать ваш ответ, как вы считаете, что больше всего хочет Творец, Всевышний? Что он больше всего хочет? Я уверен, что у вас есть мнение на эту тему. У каждого есть какое-то мнение, у каждого есть какая-то мысль на эту тему. Давайте немножко подождем, я немножко подожду. Ага, Максим пишет, чтобы человек был счастлив. Отлично! Очень хорошая мысль. Взаимоотношения с ним? Да! Все это правильные ответы, чтобы все были счастливы? Да! Любви к ближним? Да! Это правильные ответы, отличные ответы. Еще есть, Марина, чтобы люди были гармоничны и счастливы. Да, 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 выполнение методов. Вы знаете, очень классно и очень приятно, что вы знаете такие важные вещи. На самом деле, это не секрет, и это всем достаточно понятно, чтобы вы понимали его свет. Да, вот это уже интересно, это уже более такие высокие такие мысли. Это все совершенно правильно. Давайте посмотрим, что говорит на эту тему наша святая Тора. Ага, чтобы наш мир был шалом, исполняли завтра, где люди были счастливы, не гневались. Хорошо, да, вы все правы, это такие достаточно, есть частные тут ответы, есть очень общие хорошие ответы. Давайте посмотрим немножко поглубже этот вопрос. Говорит нам трактат Брахот, благословение в переводе. Брахот, лист Зайн, лист седьмой, страница один. Написано там так, что Всевышний молится. И мы знаем, что то, о чем человек молится, это значит, что он это хочет. И то, о чем Всевышний молится, это значит, то, что он больше всего хочет. И мы знаем из Торы, что Всевышний, он исполняет все заповеди, и в том числе молится. Так написано в Масехте Брахот. И написано даже, о чем он молится. И как вы думаете, какая его молитва? Я вам читаю свой перевод. Всевышний молится так. Да будет угодно передо мной, чтобы покорило мое милосердие, мой гнев. И покрыло моя милость, мои качества судак. И чтобы я вел себя с моими сыновьями милосердно. Что это означает? Объясняют нам комментарии. Чтобы покорило мое милосердие, мой гнев. И это означает, чтобы обвиняющая истина, чтобы мое милосердие покорило обвиняющую истину. Чтобы, если есть какая-то истина, которая против нас, Всевышний хочет покрыть это все полностью милосердием. Чтобы покрыла моя милость, мои качества суда, объясняют нам комментаторы. Чтобы я не повел себя с моими сыновьями по принципу мера за меру. Что такое мера за меру? Я думаю, вы знаете. Это один из принципов мироздания. Когда Всевышний, то, как мы себя ведем по отношению к Нему, точно так же он ведет себя по отношению к нам. То есть человек, например, сделал хорошую вещь, сделал какое-то доброе дело. Он получает на себя обратно бумерангом добро. А если он сделал что-то плохое, то он получает обратно плохое. И что Всевышний хочет? Он хочет, чтобы даже принцип мера за меру, чтобы такого не было. Чтобы он всегда нам давал хорошие, положительные вещи, пользуясь своим милосердием. Это то, что Всевышний хочет. То есть, чтобы мы вообще не страдали, чтобы мы получали только положительные вещи, положительные эмоции. Ну и понятно, принцип мера за меру, чтобы мы просто не делали ничего плохого, и тогда ничего нам плохого Всевышний не даст. Так хочет наш Отец на небесах, под своей огромной любви к нам. И тогда возникает отличный вопрос, а почему же это не так? Тут получаю сейчас комментарий. Марина Шувала пишет, что возлюби ближнего, как само себя. Да, да, это отличная вещь, это, конечно же, хочет Всевышний. И мы сейчас углубляемся в то, что же хочет Всевышний. Что говорят об этом наши мудрецы? Итак, прошу прощения, говорят наши мудрецы, что почему же Всевышний тогда этого не делает, если он хочет, что Всевышний что-то не может? Он хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет нам давать все, что нам нужно, по максимуму. Кстати говоря, не прочитал вам еще один комментарий. Что такое милосердно, да? И чтобы я вел себя с моими сыновьями, говорит Всевышний, милосердно. Что такое милосердно? Милосердно, это, говорят наши комментарии, чтобы я давал им намного больше, чем они нуждаются. То есть изобилие. Если так, почему же тогда мы не живем так? Почему Всевышний как бы не может нам это дать? Как будто он что-то не может, он же этого хочет. В чем проблема? И объясняют нам наши мудрецы, написано в книге «Песнь песней царя Соломона». Написана там одна очень интересная и непонятная фраза. Написано «Царь плененый кудрями». Что такое «Царь плененый кудрями»? Объясняет книга «Зор», святая книга «Зор», что имеется в виду царь, царей Всевышний, благословен он, плененный нашими убеждениями. Плененный нашими убеждениями. То есть Всевышний нам хочет дать все. Все самое лучшее, все самое хорошее. С любовью. Без любого страдания. Но мы сами закрываемся. И он как бы... Или это можно представить, что мы как такой... И Всевышний льет туда самое лучшее вино. И мы просто ставим крышку. И вино не доходит, какие-то капельки капают внутрь. Но мы это не получаем. И что же это за ограждение, которое мы себе ставим? И объясняет нашим мудрецам, что это наше убеждение. К слову нужно сказать, что есть на самом деле, говорят наши мудрецы, есть четыре... У нас есть четыре вида ограждений, которые мы себе можем ставить. Я скажу это в положительном ключе. Есть четыре вида открытий, четыре вида каналов, по которым проходит к нам изобилие. Что же это за каналы? Первый канал это исполнение заповедей. Тот человек, который исполняет заповеди, он открывает себе канал изобилия. Изобилие начинает течь к нему. Вы скажете, а как же так? Я сейчас только начинаю. Звук пропал. У меня звук пропал, пишет Сергей Фоменко. Напишите, пожалуйста. Как сейчас? Я понял, я понял. Вот сейчас я уверен, что все уже нормально. Я уверен, что все нормально. На чем я остановился? Напишите, пожалуйста, на чем я остановился. Все наладилось со звуком, отлично. Напишите, на чем я остановился. На чем пропал звук? На чем пропал звук? На какой фразе? На какой идее? Всем хорошего вечера. Шалом, Виталий. Всем еще раз добрый вечер. Спасибо всем, 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 кто меня слушает. Хорошо. Пока идет ответ. Значит, я вам скажу, что есть четыре канала, которые дают нам изобилие. Первый канал. Это канал заповедей. Да, Анна пишет нам исполнение заповедей Божьих, поток изобилия. Да, это первый канал, отлично. Значит, это первый канал. Написано, шаббат, источник благословения. Шаббат – это сердце всех заповедей. Тот человек, который исполняет заповеди, он открывает канал изобилия. Он открывает ворота изобилия для себя. А это вы можете спросить, ну как, я только в начале, я не могу соблюдать сразу все заповеди. На это говорят наши мудрецы, что тот, кто принимает решение исполнять все заповеди, это уже дает ему изобилие, открывает ему ворота изобилия. Это написано в Перке Авод. Это написано в поучениях отцов. Написано, каждый, кто принимает на себя Иго Торы, имеется в виду Торы исполнения заповедей, естественно, снимают с него иго-заработка. То есть заработок, изобилие приходит к нему легко. Кому? Тому, кто принимает Иго Торы и заповеди. Да? И это для тех, кто только начинает. Ну, в принципе, для всех. Кто из нас все заповеди полностью, со всеми мельчайшими подробностями соблюдает? Я думаю, что не все. А мы хотим это. И тот, кто говорит, я принимаю решение, я хочу соблюдать все заповеди. Сейчас я от этого еще далек, но я к этому иду постепенно. Нельзя, кстати говоря, сразу все заповеди начинать соблюдать. Если вы только в начале, нельзя. Нужно поступенно обязательно идти. потому что есть такая вещь, почему нельзя сразу. Есть такая вещь, называется рибуй-ор. Переизбыток света. Если есть сосуд, и в него, например, добавляется слишком много воды, вот представьте себе, какой-то там бутылка, туда добавляется вода с сильным шлангом, и бутылка уже не может выдержать, она просто взрывается. Это называется на языке кабалы называется швират келим ломка сосудов. То есть тот человек, который сразу слишком много до себя берет, у него, не дай бог, может случиться ломка внутренних сосудов. Сосудов, я имею в виду внутренних каких-то ресурсов. То есть это может человека сломать в каком-то плане. Поэтому очень важно, очень важно поступенно соблюдать заповеди. Марина Шувала пишет, да, это работает, отлично, я очень рад за вас, Марина. Итак, первое, это исполнение заповедей. Второе, что нам дает изобилие, это изучение Торы. Тора, это одна из заповедей, особенная. Тот человек, который соблюдает заповеди, который изучает Тору, каждое слово Торы, пишет Хафетсхайм, приравнивается к исполнению всех 613 заповедей. Поэтому, дорогие друзья, учите Тору, это огромная заповедь. Но изучение Торы считается изучением, когда человек выучил, понял, и идет, делает то, что он понял, исполняет то, что он учил. Без исполнения это нехорошо. И третье, что открывает нам ворота изобилия, это молитва. Понятно, что человек, который молится, который просит Всевышний, пожалуйста, дай мне хороший заработок, дай мне хорошие отношения с моей женой, дай мне Зиву Гагун, Зиву Гагун, это вторую половинку. Естественно, Всевышний ему отвечает, и ответ, может быть, на данный момент нет, но Всевышний естественно дает ему слышать его и дает ему то, что ему нужно. Кстати говоря, лучше всего молиться Всевышний, пожалуйста, дай мне вот то, что я хочу, но если мне это нехорошо, то не давай. тогда человек не удивляется, почему Всевышний ему что-то не дает. И четвертая вещь, которая открывает перед нами врата изобилия, это битахон. И то, что я вам процитировал, царь, плененный кудрами, кудрями, это как раз то, что говорит книга Зоар о битахоне, то, что связано с нашими убеждениями. И как это работает? Как это работает? Сейчас я поговорю с вами о битахоне, о уповании на Творца. Как работает упование на Творца? Человек, когда надеется на Творца и понимает, что все зависит только от Творца. И он говорит Всевышний, я полагаюсь на тебя, что ты дашь мне такую-то такую-то вещь, мне это нужно, пожалуйста, дай мне Всевышний, чем больше у человека петахон, чем больше человек полагается по-настоящему на Всевышнего, тем больше шанс, что Всевышний ему это даст. И это то, что открывает нам врата изобилия. Об этом очень красиво пишет Рав Иудалей Блох в своей книге Шорей Даат. Он пишет потрясающую вещь. Он пишет, что убеждения наши, они влияют не только на нас, они влияют и на весь мир. Как это происходит? Давайте посмотрим его святые слова. Он пишет так. Врата познания это книжка, в которой он пишет об этом и я примерно перевожу то, что он пишет. И влияние сверху вниз приходит не только посредством молитвы и просьб или исполнением заповедей, как мы учили, а каждая мысль, чувство и убеждение, которые рождаются в человеке, пробуждается в соответствии с ними это убеждение во всех мирах. Представляете? То есть у вас есть какое-то убеждение, это влияет не только на вас и не только на окружающих вас людей, это влияет на все миры. Так пишет Раб Иуда Лейб Блох. Великий Мудрец, который жил, если я не ошибаюсь, 18-й начало 19-го века. Он был хеврута Рава Шлома Ильяшева. Рав Шлома Ильяшева это великий имя Кубаль, который написал книгу Лешем Шебове Ахлама. И в общем-то говорит нам Рав Юда Лейб Блох что то убеждение, которое находится в нас, в нашем сердце, в нашем подсознании, выражаясь языком современной психологии, это убеждение, оно влияет на все миры и это убеждение, оно действует как молитва. То есть, когда у нас есть какое-то убеждение, все равно, что мы постоянно об этом молимся. Представляете? Всевышний, например, не Всевышний, человек, человек, например, молится, стоит сейчас в молитве, Всевышний, пожалуйста, пошли мне зарплату, вместо десяти тысяч шекелей, двадцать тысяч я хочу. но если внутри у него убеждение, что мне не полагается больше, чем десять тысяч, то его молитва внутри как будто, что он просит, что Всевышний, не давай мне больше десяти, получается противоречие, устами он говорит, Всевышний, дай мне двадцать тысяч, а внутри в подсознании, в сердце, он говорит, Всевышний, не давай мне двадцать, не давай мне больше десяти, и эта молитва, она как бы постоянно исходит из него, потому что это убеждение, говорит нам Рав Юдали Блох, что то убеждение, которое находится в человеке, это как будто его молитва, и эта молитва постоянная, представляете, это убеждение, это наше убеждение, и кроме того, я хочу процитировать его же Рав Юдали Блох из другого места, он пишет в другом месте в книге Шурейдаат, он пишет тоже очень красивую, потрясающую вещь, все миры с миллионами их аспектов, связаны с душой человека, которая является ключом мироздания, и в соответствии с состоянием его души движутся все влияющие силы сверху вниз, поэтому в соответствии с любым чувством, которое возникает у человека, возникают во всех мирах соответствующие влияния, если чувство хорошее, то хорошее влияние появляется во всем мироздании и во всех проводниках изобилия, и хорошая сторона усиливается, а если в нем пробуждается, не дай бог, плохое чувство, то это чувство пробуждается и живет во всех мирах, и плохая сторона усиливается, представляете, что происходит, то есть то чувство, которое у вас в сердце пробуждается, оно влияет не только на вас, оно влияет на все миры, представляете, какая ответственность, представляете, как мы влияем вообще на все мироздание, потому что, как говорит Рав Юдалей Блох, Всевышний все миры соединил с нашей душой, с тем, что происходит в нашей душе, и он продолжает, так организовало божественное проведение, что в соответствии с состоянием духа человека и в соответствии с меры его осознания, величия Творца и его бесконечного милосердия и упование на них, да, упование это бетахон, так проявляет для него, для человека благословение Всевышнего и его милость, милость Творца. Поэтому, пишет Рав Юдалей Блох, когда человек самостоятельно пробуждает в себе осознание и чувство, что он в руках Творца и от него вся его надежда и только на него будет полагаться, таким образом он, это уже человек, увеличивает милость Творца по отношению к себе. Вере Марки Игаль пишет после такой лекции многие будут соблюдать заповедение от сердца, а чтобы получить изобилие. Так, два, ага, странная просьба к Всевышнему, дай мне то-то, а если это мне плохо, то не давай. Как будто Всевышний сам не знает кому, когда что дать, а что не давать. Значит, отвечаю, во-первых, во-первых, конечно, конечно, самое лучшее, если мы исполняем заповеди для того, чтобы исполнять заповеди, для того, чтобы исполнять волю Творца. Как написано в перке, вот, и спасибо, Игаль, за то, что ты мне это написал в комментариях, как написано в перке, вот, что будьте не как рабы, которые служат Всевышнему для того, чтобы получить награду, но мы понимаем, что это еще не наш уровень. И если мы не будем служить для изобилия, то мы можем служить для того, чтобы получить что-то, хотя бы награду в будущем мире. Это тоже награда, правильно? И поэтому, так как это еще не наш уровень, если это чей-то уровень, то просто выключите и не слушайте. Если кто-то сейчас знает точно, что он может служить Творцу просто ради служения ему, потому что он любит Творца, и у него нет никакой мотивации другой, кроме как любовь к Творца, просто выключайте и слушайте другие лекции. Но если вы понимаете, что вы еще не на таком уровне, то эта лекция может вам помочь соединить те части, которые хотят богатства, изобилия, здоровья, радости, счастья, соединить это с Творцом. И наша задача в этом мире это соединить все наши части с Творцом. Когда мы соединяем такие части, которые хотят жизни, добра, хорошей еды с Творцом, то таким образом мы приближаемся к нему, как написано «Служите Всевышнему вашим сердцем», написано двумя буквами «вет». Это означает всеми сторонами своего сердца и хорошей стороной и менее хорошей стороной. Всеми своими сторонами мы должны служить Творцу и соединять все с Творцом. А по поводу того, что мы просим у Всевышнего, ну, я думаю, что самое главное, когда мы это просим, то мы понимаем, что это дает нам самим понимание, что Всевышний может это нам не дать. И кроме того, на самом деле говорят наши мудрецы, что человек своей молитвой может привлечь такие вещи, которые ему нехороши. Есть истории, когда парень захотел жениться на определенной девушке и просил, просил, молился, молился, молился и женился на ней, несмотря на то, что она вначале не хотела за него выходить замуж. И в конце концов из этого вышла трагедия, он с ней развелся. Это была не его вторая половина. То есть мы можем своей молитвой, настолько сильна наша молитва, что мы можем ей привлечь, по-настоящему привлечь другие какие-то вещи, которые нам нехороши. Понимаете? И я закончу сейчас цитату из Рав Юда Лейб Блоха. Говорит нам Рав Юда Лейб, что он поднимается к сокровищницам изобилия, человек поднимается, да, и благословения, которые изливаются на него и насыщают его желания. Получается, что изменения вначале происходят в нашем духе, а затем в мирах. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был со мной. Если я не ответил на какой-то вопрос или может быть не видел какой-то комментарий, вы точно знаете, что я это не видел, пишите мне в личку, буду рад вашим вопросам, буду рад вашим предложениям, пишите, и я вам желаю изобилия, я вам желаю радости, счастья. мы продолжим с Божьей помощью в следующий понедельник наш урок, вторая часть, мы будем говорить о бетахоне, о том, как развивать бетахон, как открыть бетахон, как, что нам нужно делать по-настоящему в реальном мире, реальные действия, которые помогут нам увеличить наше упование на Творца и привлечь к нам изобилие и хороший заработок. Будьте счастливы, всего вам самого лучшего и самого доброго. субтитры